24 сентября улица Маркса В России Карл Карлович, его полюбили. Он у нас жил, он у нас здесь выращивал картошку. Не понимали местные жители, что ты делаешь. Но он был вот такой простой человек. Видите, какое значение петрозаводчане этому человеку уделяют внимание. И тут есть очень важные моменты. Дело в том, что он умер уже в Петербурге, и он завещал похоронить себя в Петрозаводске. Действительно, он здесь похоронен. Потом советской властью закатан в асфальт, значит, его место захоронения. И сейчас журналисты указывают на точку. Но вот археологи работу еще не начали. Ну вот, скульпторы уже сотворили вот это чудо, вот этот вот памятник, который у нас на Марксе. На той улице, на которой жило множество его рабочих, его сотрудников, так скажем точнее. А он жил вот уже на улице Гоголя, вот где ответвление и начинается улица Энгельса. Там у него был свой пруд, вот своя картошечка, которая выращивалась. Но, если позволите, как журналисту выразить несколько сомнений в правильности образа, который выбран для выражения вот этой величины Чарльза Гаскайна. Мы не имеем того портрета, который вот скульптор Виталий Шанов изобразил здесь. Это вообще перед нами стоит какой-то Серано де Бержерак, стоит какой-то Д'Артаньян. Это что, вот рядом надо поставить Атоса, Партоса и Арамиса. То есть, вы понимаете, он, вот есть у меня сомнение, что он любовно приживется в Карелии. Как бы ему не вешали, знаете, студенты, вот мушкетерские костюмы с золотыми лилиями королевскими. Он другой. Может быть, для этого надо тогда и улицу переименовать. Вот Дзержинского улица, в створе, который он поставил. Вот посмотрите, мы вам сейчас покажем, что он и не поставлен в створ улицы. Может быть, надо ее переименовать в улицу Гаскайна. Ведь это будет как бы важнее. Этот человек, если его могилу найдут, вот где она потеряна, это будет, это изменится история Петрозаводска. Вот настолько это серьезная величина. И действительно, советская власть закопала не только его могилу, но и память о нем. И то, что ее вспомнили, это надо поклониться Петрозаводску, Министерству культуры, то, что они это пробили, нашли деньги. Памятник выполнен великолепно. Но это не мой Гаскай, если можно так сказать. Я вижу другой портрет его, написанный маслом при жизни. И вот его бы ждал в некоем возрасте. Человек, который в своем сердце носил Петрозаводск. Недаром в завещании вот он написал похоронить именно здесь. Очень важны и сильные слова. Субтитры создавал DimaTorzok